В девятый раз Вологда присоединилась к массовому забегу Кросснации. В соревновании участие приняли несколько тысяч жителей со всего региона. Люди с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены и любители. О том, как в Вологде прошел Всероссийский день бега, расскажет Мария Поздеева. Впереди дистанция в 100 метров. Вот только для них это настоящая полоса препятствий, преодолеть которую предстоит на колясках. Но для Михаила Клишин это скорее вызов, возможность доказать, спорт не имеет границ. В инвалидном кресле он с детства и ни разу за последние пять лет не пропускал Кросснации. Мне нравится принимать участие в этом соревновании в Кросснации. Готовимся, проходят тренировки каждую неделю. Для людей с ограниченными возможностями сразу несколько стартов. Для колясочников, инвалидов с кадунками и детей. Но всех объединяет одно – стремление финишировать первыми. Они себя хотят такими же полноценными гражданами чувствовать, как и все остальные люди, не инвалиды. Поэтому для них это очень большое событие – принять участие в таком, в общем-то, всероссийском Кроссе. В этом году Кросснации в Вологде присоединилась уже в девятый раз. Это, пожалуй, самый крупный российский забег. В нем участвуют почти все регионы страны. И областной центр, где сейчас каждый четвертый житель регулярно занимается спортом, никогда не остается в стороне. Любое спортивное мероприятие такого уровня, а это всероссийский уровень, оно всегда значимо для нашего города, потому что мы получаем возможность присоединиться к этому движению спортивному. Ежегодно в этом старте принимают участие более 5000 человек. Это только те, которые регистрируются. Многие просто примыкают к бегущим. Вот и в этот раз на старт вышли более 5,5 тысяч человек. По традиции, первыми в Кроссе нации стартовали профессиональные спортсмены. Для них были подготовлены разные дистанции в зависимости от физической подготовки. В этом году на самой длинной дистанции в 12 километров лучшим стал Андрей Акуратов. Насколько готов, настолько пробежал. Соперников просто, те, кто были в том году, не было сегодня. В прошлом году не очень повезло, четвертый был. Атаки с тройки, в принципе, не вылезал. Все остальные участники Кросса нации стартовали в категории любителей. 4 километра для взрослых, километровая дистанция для детей. Александр Купецков в своем юном возрасте уже подает надежды в лыжном спорте. К забегу он готовится вместе с отцом, уже титулованным спортсменом. Обязательные условия перед стартом – основательная разминка. И вот он долгожданный финиш. Это как раз тот случай, когда главная не победа, а участие. Поэтому многие бежали целыми классами, семьями и даже трудовыми коллективами. Ведем здоровый образ жизни, пропагандируем для всех. Мы очень рады. Какая-то бодрость, даже гордость, что вообще 4 километра и очень много. В Вологде сейчас вести здоровый образ жизни стало модным. Сегодня различными видами спорта уже занимаются более 70 тысяч человек. К 2020 году эту цифру планируется увеличить до 100 тысяч, в том числе и с помощью таких всеобщих забегов. Следующий массовый старт ждет спортсменов зимой на всероссийской гонке «Лыжня России».